Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда в 9.30 мы в прямом эфире вещаем через перископ. Те из вас, кто смотрится не в прямом эфире, наверное, уже с записи, то наверняка знаете, что она доступна, остановится буквально сразу же после эфира на нашем канале на YouTube. Поэтому следите за обновлениями видеоконтента. Там есть видео не только посвященные аналитике, но и разных, скажем, аспектов деятельности нашей компании. Возможно, что-то найдете интересное и еще для себя. В целом, друзья, текущий день долгожданная торговая сессия среды. Почему долгожданная? Потому что сегодня Федрезерв будет подводить итоги заседания. И, конечно же, сегодня будет представлена нам, я полагаю, в новом формате процентная ставка. Ключевая ставка Федрезерва, которая изначально нами расценивалась в качестве параметра, который нужно изменить. То есть ставку с вероятностью, позволю себе сказать, 100% сегодня поднимут. Но я бы даже отметил, друзья, то, что сейчас Джерому Паулу нужно ее обязательно поднять. Потому что в последнее время Трамп, как вы знаете, очень сильно критикует Федрезерв и лично Джерому Паулу. Вчера мы услышали даже угрозу о том, что он, Трамп, советует не совершать еще одну ошибку Джерому Паулу. Потому что в прошлый раз, когда Трамп призывал все-таки Федрезерв придержать лошадей, не торопиться с ужесточением политики, ставку все равно подняли. Если Джерому Паулу сегодня все-таки ставку не повысит, то будет означать только одно. Что Федрезерв не такой уж и независимый институт, и, соответственно, на него нужно оказывать давление. И, попросту говоря, Джером Паулу испугался более решительных каких-то действий со стороны администрации американского президента. Поэтому, если он хочет отстоять независимый статус, пусть и слово независимый все-таки в кавычке мы возьмем, институт, за который он отвечает, сегодня ставку нужно повышать. Поэтому, друзья, день обещает быть крайне волатильным в 22.00 пересмотр процентных ставок, в 22.30 состоится пресс-конференция с ответами на вопросы. Не знаю, что станет большим катализатором для движения финансовых рынков, но думаю, что оба этих события будут определяющими для закрытия торговой сессии. И завтра создадут очень хорошую базу для обсуждения нами с вами, собственно, того, что на рынке произойдет. Поэтому приглашаю вас, друзья, обязательно завтра не пропустить брифинг, который, как и всегда, состоится в 9.30 по московскому времени. Помимо заседания Федрезерва, сегодня у нас в 12.30, можно сказать, открывает текущий день насыщенных фундаментальных отчетов, релиз по индексу потребительских цен Англии. Не буду, скажем, отказываться от тех слов, которые я обозначил день назад. Статистика сейчас вряд ли будет иметь какое-то серьезное влияние на британскую валюту, потому что мы все давно уже для себя усвоили и видим это. Демонстрации постоянно проходят в динамике британца, то, что на фунт влияет только лишь политический фон. Поэтому комментарии, слухи, предположения, высказывания отдельных политиков и Англии, и в целом европейского происхождения, вот это уже мощные катализаторы. Статистика не такая уж и определяющая сейчас, потому что в любом случае всегда мы эти релизы анализировали с вами с позиции того, как они повлияют на решение Банка Англии по росту процентных ставок. А пока что сейчас есть четкое понимание того, что ставки повышать не будут до разрешения политического кризиса, поэтому и статистика будет не такой уж и интересной. Но все равно мы обратим на нее внимание. В 16.30 для тех, кто спекулирует канадцам, данные по инфляции. Отчет важный, отчет значимый. Канадец активно ходит. Вчера мы вообще видели по доллару канадцу минимальное значение за полтора года. В целом протестировали фактически отметку 1.35. Друзья, сегодня я уверен, что еще до заседания Федрезерова канадец может показать движение минимум на фигуру. И я допускаю, что с учетом ожиданий все-таки неплохого отчета по инфляции, доллар канадец снова может вернуться к поддержке 1.33.50. Примерно там. Но вы сами видите, друзья, то, что очень трудно предугадывать дальнейшую динамику канадца. Я думаю, что вы также держитесь сейчас подальше от канадца против всех основных конкурентов. Но если все-таки решились торгануть, как говорится, этим инструментом, удачи вам, друзья. Я бы поставил сейчас на то, что пара все-таки снизится. Из других отчетов 18.30 это уже нефтянка, запасы нефти, показатели нефтедобычи за прошлую неделю. Все это очень важно для котировок. Сейчас мы видим то, что нефть снова показывает чудеса влатильности. Вовремя мы, друзья, отказались от намерения увидеть нефть повыше, потому что котировки, собственно, развивают активное нисходящее движение. Это агрессивные распродажи, которые, скорее всего, гораздо раньше приведут бренд к 55 долларам за баррель, нежели чем мы предполагали ранее. Был сценарий альтернативный, что последние недели, когда покупатели могут все-таки еще зацепиться за прежний фундамент и попробовать поднять котировки выше. Тогда мы говорили о уровне 60 долларов за баррель. Но сейчас, судя по всему, этот сценарий уже не актуален. Вчера мы признали, собственно, основу, неудачную попытку краткосрочных покупок. Я это сделал, друзья, и рекомендовал вам снимать короткие позиции. Собственно, торговая сессия вторника стала черным днем для рынка нефти. Сколько их уже было для нефтянки? Ну, конечно же, когда актив теряет больше 5% стоимости, это явно какое-то аномальное движение. Ну, с другой стороны, нефть в последние месяцы уже не один раз радовала медведей именно подобной динамикой. WTI, кстати, американский сорт, вовсе достиг минимального значения за последние 16 месяцев и снижение было более выражено на 7% в целом. Участники рынка вчера отреагировали вот такими распродажами на сообщение о том, что производство нефти в России достигло 11,42 миллиона, то есть нового рекордного показателя. Хочу также напомнить, друзья, что буквально недавно мы с вами получили цифры от ОПЕК и от Международного энергетического агентства, что и в Саудовской Аравии переписаны рекордные показатели по нефтедобыче. Производство только в прошлом месяце выросло там на 400 тысяч. Это по оценке, собственно, самого ОПЕК. По оценке Международного энергетического агентства производства нефти скакнуло чуть больше, на 410 тысяч. Штаты также рекордные показатели нефтедобычи. Ну, Штаты, ладно, опустим. Сейчас пока что это не совсем уместный регион, который нужно разобрать, учитывая то, что я начал говорить о России и Саудовской Аравии, потому что Штаты не являются участником энергетического пакта. Но вот эти две страны, Россия и Саудовская Аравия, мне кажется, такими цифрами явно демонстрируют наплевательское отношение к тем обязательствам, которые были заключены буквально две недели назад по снижению объема нефтедобычи. Пусть, да, сроки оговаривались с января, то есть коррекция должна была начаться. Но я абсолютно уверен, что если бы намерения были бы идущими действительно на перспективу, вперед, то есть если бы страны хотели не просто сотрясать воздух какими-то комментариями, а реальными действиями, показатели нефтедобычи уже давно начали бы сокращать. Сейчас мы видим то, что рекордные показатели фиксируются фактически из-за недели в неделю. Я думаю, что ситуация в целом не изменится. И даже если возвращаться к сокращению добычи потенциальному на 1,2 миллиона, мы с вами также еще две недели назад сделали вывод о том, что это не тот показатель, который сможет решить проблему перепроизводства. А учитывая, что даже этот показатель вряд ли будет соблюдаться, друзья, вот вам причины, за которые вырисовывается исключительно медвежье будущее для котировок нефти, и вот вам причина, по которым бренд будет тяготеть вот каким-то донным уровнем все ниже и ниже. Другие факторы, из-за которых, собственно, котировки нефти снижаются, отчет Гейнске, вчера мы с вами его анализировали, который зафиксировал рост запасов нефти в США, соответственно, сегодня мы ждем официальные данные. Несколько часов назад вышла оценка от Американского института нефти. Это репетиция перед официальным релизом, очень коррелирующие между собой в последние недели отчеты. Запасы выросли на 3,5 миллиона. Сегодня официальные данные могут показать схожие цифры. Поэтому, друзья, 18.30, как только мы получаем отчет, возможно, если все пойдет по маслу для продавцов, и действительно статистика будет со знаком плюс, у котировок бренда будет достаточный повод для того, чтобы протестировать 55 долларов за баррель, и, может быть, даже попробовать зацепиться ниже. Против нефтянки также потенциальный рост доллара, общее неприятие риска из-за всех тех геополитических, скажем, интриг, которые мы с вами тоже расследуем и продолжаем обсуждать. Против нефти также, вот как вчера, прошу прощения, друзья, совсем забыл еще об одном важном моменте. Доклад администрации аналитической информации, который вышел, собственно, в ходе торговой сессии понедельника, сообщил о том, что по планам американских нефтепроизводителей поднять до конца этого года добычу еще на 115 тысяч. Еще один сигнал того, что штаты до конца этого года выйдут на новый уровень исторического производства, имейте это в виду. Поэтому по нефтянке 55 это ближайшая цель, друзья. Если мы ее сделаем в ближайшие часы, ну, максимум дни, нужно будет выдохнуть, успокоиться и вообще до следующего года можно будет отказаться от нефтянки, потому что, ну, нефть очень щедро была для нас в этом году. Рубль 67.27. Очень я жду открытия сегодняшней торговой сессии. Уверен то, что у нас есть шансы сейчас уже ободаться за уровень 68. Тоже быстрее, собственно, негативный сценарий стал разворачиваться. Но это все равно было вопросом временем. Даже странно, что рубль раньше не реагировал на такое снижение цен на них. Но, видимо, пришло время, друзья, и сейчас ставки становятся все более актуальными, очевидны. Вы видите то, что рубль под давлением. Надеюсь только, что вы не сейчас обохватились, опять же, увидев возможности спекуляции по рублю. Уже давно заняли длинные позиции, собственно, против российской валюты и в пользу роста евро и американского доллара. Фунт против американца 1.2672, то есть выше, чем минимум, которые были зафиксированы, там, чуть выше отметки 1.25. Британская валюта восстановилась. Я думаю, что на комментариях ТРСМ о том, что голосование пройдет до конца января 2019 года, казалось бы, срок очень неблизкий, но, с другой стороны, рынок раньше был лишен конкретики. Сейчас хотя бы в каком-то формате она появилась. Это стало причиной небольшого снижения политической неопределенности, которая ранее оказывала давление на британскую валюту. Но вывод и в целом реальность политическая для Англии не меняется. Мы видим то, что Тереза Мэй в очень непростой ситуации, я бы даже сказал, неразрешимой ситуации. Очевидно, внутри политическое давление, с которым она сталкивается, ее не поддерживают даже однопартийцы. Очевидно, что у нее серьезные трудности с получением одобрения того соглашения, которое она обсуждала с Европейским Союзом и которое Европейский Союз согласовал. Палата общин, где, собственно, должно было пройти голосование по этому документу неделю назад, которое было отложено, призывает сейчас Терезу Мэй в срочном порядке пересмотреть вот эти соглашения договоренности с Европейским Союзом в части вопроса о границе Северной Ирландии после именно Брекзита и членства, собственно, Северной Ирландии в рамках Таможенного Союза и Единого Европейского рынка. Но я вам еще в понедельник, друзья, сказал, что Европейский Союз уже дал понять, чтобы Тереза Мэй более не приходила к ним с обсуждением этого документа. Это еще раз доказывает, в какой ситуации сейчас находится Тереза Мэй. Ей нужно пересмотреть документ, пересмотреть который нет возможности. Я жду, друзья, конец января, наверное, как и вы, жду, чтобы наконец-таки разрешился этот политический спор, этот фактор крайней нервозности на площадках всех европейских, нужду я прежде всего для того, чтобы убедиться в том, что ставка на еще большее ослабление британской валюты была правдой. Надеюсь, друзья, то, что вы держите короткие позиции, но это для тех, кто хочет рискнуть, мы все-таки уже сделали хороший профит. Для того, чтобы убедить вас в том, что сценарий долгосрочный или, как минимум, среднесрочный, Медвежий вчера, как вы знаете, палата общин обсуждала Brexit без сделки, то есть без сохранения доступа Англии к единому европейскому рынку. И, в принципе, в большей части, по большему спектру таких пунктов, которые все-таки были на повестке обсуждения, согласовали план выхода из состава Европейского Союза на, как все говорят, на рынке жестких условиях. То есть британские законодатели прекрасно понимают и дают нам сигналы того, что к концу января, в принципе, ничего не изменится и должно произойти, в принципе, какое-то чудо, чтобы они изменили своим прежним взглядом, готовит нас к тому, что сценарий будет негативный, но мы к нему уже давно готовы. Европейская валюта против доллара 1.1387 евро вырос на слабости американского доллара после того, как Трамп второй день подряд словесно просто сотрясает все окружение Федрезерва, о том, что ни в коем случае не повышаете процентные ставки, намекает, угрожает. Вы это знаете, друзья, потому что я начал брифинг даже с этого, вчера мы также говорили о последних комментариях от Трампа в адрес Федрезерва. Его призывы очевидны для рынка, рынок сейчас паникует, полагая то, что испугавшись Трампа Джером Пауэлл действительно свернет, опять же, активность по росту процентных ставок, ну или, по крайней мере, замедлит темпы дальнейшего ужесточения политики. Но, в принципе, сути дела-то не меняет, это все равно демонстрация потенциального отказа от жесткой монетарной политики. Я надеюсь, друзья, что все-таки Джером Пауэлл сегодня отстоит статуса Федрезерва как независимого института и руководствуясь прежним ориентиром по ставкам, а именно целью завести ключевую процентную ставку фондирования до неинфляционного уровня, все-таки повысить четвертый раз, то есть эту ставку в этом году. Поэтому, как отреагирует доллар, логичная реальность, конечно же, его роста. Соответственно, в случае укрепления позиций американской валюты, друзья, вы должны понимать, что вдоль широкого рынка рисковым активам придется не сладко. По евро-доллару еще раз отмечу, друзья, то, что у нас не только для евро потенциальный фактор давления за рост доллара. У нас продолжают выходить слабые цифры макроэкономические. Вчера мы с вами ждали отчет от ИПа и заранее прогнозировали, что статистика будет плохой. Наши ожидания оправдались. Индекс делового оптимизма 101 против прошлого 102. Индекс оценки текущих экономических условий тоже по ИФа Германии 104,7 со 105,5. И эти индикаторы явно сигнализируют о том, что четвертый квартал для экономики Германии будет самым худшим за последние 10 лет. К своему стыду, друзья, скажу, что я был абсолютно уверен на основании тех сообщений, новостей, которые видел в понедельник после выходных, то, что Италия уже согласовала с Еврокомиссией дефицит, который нужен был бы по параметрам Еврокомиссии. То есть сократила дефицит бюджета на 2019 год. Но вот буквально несколько часов назад, до нашего брифинга, я просматривал новости по Бломбергу и увидел то, что голосование по итальянскому бюджету состоится 31 декабря. Вот не совсем непонятно. Все-таки в итоге договорились, либо не договорились. Потому что вот эта новость указывает на то, что не до конца есть еще взаимопонимание. Но нужен ли нам еще один фактор слабости евро? Ну пусть будет, наверное. Ну и без вот этой неопределенности мы знаем то, что факторов для снижения курса европейской валюты достаточно. Доллар иена 112.30. Ждем мы американскую валюту сегодня гораздо выше. Я бы даже сказал, что есть все шансы закрепиться выше 113.50. Напоминаю, что сегодня Федрезерву публикует решение по процентной ставке в 22.00-22.30. Пресс-конференция с прогнозами по экономическому росту, по инфляции и с обозначением планов роста процентных ставок в 2019 году. Думаю, что никто не вставит палки в колеса наших с вами ожиданий еще большей нормализации денежно-кредитной политики США. И сегодня мы сможем убедиться в том, что доллар имеет стержень и сохраняет потенциал для роста. Поэтому длинная позиция по доллару и иене по-прежнему актуальна. Американский фондовый рынок причин для снижения много, друзья. Это обвал рынка нефти, который потянул с собой акции аналитических компаний. Это риск, но я, правда, его не касался, потому что считаю, что он крайне маловероятный. Но на рынке периодически проскакивают страхи в связи с ним. Это риск частичной приостановки работы правительства. Но думаю, что благополучно, собственно, этот риск будет нивелирован уже в самое ближайшее время. Финансовый сектор, соответственно, из-за подтверждения и планов федерализировать дальше, повышать процентные ставки, сегодня также может стать серьезным камнем для американской фонды. И мы не говорим еще и о перспективах экономического роста, замедления китайской экономики и все еще актуальные опасения продолжающегося торгового, ну пусть уже и не такого же, как раньше, но все-таки конфликта в отношениях между США и Китаем. Эти темы периодически, скажем, обрастают новыми свежими, опять же, комментариями, негативом и в итоге сказываются на динамике американского фондового рынка. Вчера мы поставили с вами цель по Dow Jones 23 тысячи пунктов, пока эту цель и держим. Доллар канадец, ожидаем данные по индексу потребительских цен, которые могут оказать поддержку канадцу и поспособствовать тому, чтобы пара вернулась в район 1,3350. Австралийц против доллара 0,7190. Сегодня динамика австралийца будет зависеть от того, что произойдет с долларом, а развязку по доллару мы ждем уже ближе к концу торговой сессии, ждем импульса, прострела вверх, который приведет к слабости рисковых инструментов. И я надеюсь, что сегодня по австралийцу против доллара мы с вами увидим уровень 0,7190. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте, что волатильность сегодня будет выше, я уверен, даже предыдущих и без того тоже волатильных дней. Сегодня очень серьезный фундаментальный фон. Будьте внимательны, контролируйте риски, как и всегда, и не торопитесь с открытием позиций, особенно если вы привыкли немного злоупотреблять с плечами. Для консерваторов, в принципе, правила предупреждения рисковых инструментов, может быть, и не нужны, а то вы и консерваторы. В любом случае, друзья, будьте осторожны. Завтра жду вас всех в 9.30 по Москве, будем обсуждать сегодняшний день. И уверен, как и всегда, нам будет о чем поговорить. Всего доброго. До свидания.